Привет, друзья! Давайте с вами сегодня приготовим невероятно вкусные, нежные, очень аппетитные куриные ножки в беконе. Готовятся они проще простого, но результат превосходит все свои ожидания. Все ингредиенты и количество я пропишу под видео, заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной, а я начинаю готовить. Итак, беру куриные ножки, я их обязательно промываю под проточной водой, а затем высушиваю бумажным полотенцем. Куриные ножки добавляю приправу хмели-сунели, приправу гранат и приправу для курицы. Если у вас нет приправы гранат, добавлять ее не обязательно. Добавлю черный молотый перец по вкусу, вливаю соевый соус и добавляю коньяк. При добавлении коньяка мясо становится невероятно вкусным. Вливаю сюда растительное масло, все хорошо перемешиваю. И для пикантности добавлю немного копченой паприки. Еще раз все хорошо перемешаю. В итоге у меня получилась вот такая красота. Теперь тарелку я прикрываю пищевой пленкой и оставляю мясо мариноваться ровно на 1 час. Но вы, наверное, знаете, чем дольше маринуется мясо, тем вкуснее получается блюдо. Итак, у меня прошел 1 час, мясо готово. Также для приготовления мне потребуется сырокопченый бекон. Беру куриную ножку и оборачиваю ее беконом. Делается это очень легко и просто. Попробуйте, у вас это сразу же получится. За счет бекона куриные ножки у вас получатся со вкусом копчености. Это празднично, оригинально и действительно очень вкусно. Готовые ножки отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 190 градусов на 30-35 минут. Но обязательно закрывайте их фольгой, чтобы они у вас не сгорели. Готовые куриные ножки выкладываю на тарелку и подаю к столу. Это готовится просто, получается празднично. Подавать их можно с любым овощным салатом. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также подписывайтесь на мой второй канал и заходите в группы. А вам всем скажу, готовьте как я, готовьте лучше меня и экспериментируйте на своей кухне. А главное, готовьте с любовью. Всем пока-пока, до новых встреч.